Продолжение следует... И это не революция. Настоящая революция или эволюция произойдет, когда изменятся рабочие места. И в это я верю. Рабочие места в каком-то смысле переместятся в цифровую сферу. Компьютеры будут делать большую часть ручного труда в сфере обслуживания. Это четвертая промышленная революция. Я считаю, что мы стоим на ее пороге. И поэтому же нам нужно открыть глаза. Некоторые говорят, что появится много проблем. Люди начнут терять работу и так далее. Конечно, это произойдет, но лучше смотреть правде в глаза, чем отрицать ее. Угрожают ли нашим рабочим местам перевод деятельности в офшорные зоны, автоматизация и роботы? Этот насущный вопрос может задавать ваш сын, который готовится получить среднее специальное образование. Думаю, что лучшим ответом будет «никакой угрозы нет». Все это заставляет нас думать немного по-другому. Но если мы сделаем все правильно, то следующее поколение будет иметь великолепную возможность изменить то, почему мы ходим на работу и почему встаем, например, по утрам. А также сделать так, что каждый человек будет с максимальной выгодой использовать свое образование и будет делать то, что действительно хочет делать в жизни. «Я хочу сделать мир лучше, просто лучше, по любым критериям, которые имеет общество». Эта волшебная технология может принести достаток большему количеству людей. Именно достаток делает людей независимыми. Люди не должны жить в нищете, борясь за горстку риса каждый день. В этом мире слишком много возможностей, чтобы так жить. Я считаю, что некоторые страны и даже корпорации уже начинают понимать это. Конечно, блокчейн представляет из себя техническую основу, техническую часть мировоззрения людей, которая существует в реальном мире. Идея уже здесь. Если ее не реализовать здесь, то она будет реализована в другом месте. Это может произойти и просто в интернете, без всякого контроля. Биткоин уже существует. И будет существовать. Он будет становиться все больше и больше. Конечно, то же самое ждет и блокчейн, и криптовалюты, и возможности, связанные с блокчейном и криптовалютами. Для этого все готово. Всей этой системе не нужно правительство. Она просто существует и работает. Это как компьютерная сеть, которая охватывает весь мир. Вы можете сказать, что не хотите быть ее частью. Это ваш выбор. Но она существует и никуда не денется. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.